МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Какой была прошедшая неделя в Крыму, об этом мы поговорим прямо сейчас в студии Нариман Тарсинова. Добрый вечер. Крым готовится к энергетической независимости. Строительство двух новых ТЭС в Симферополе и Севастополе практически завершены. Официальный запуск электростанции планируется на май. По словам энергетиков, новые ТЭС ликвидируют энергодефицит в Крыму. Регион даже сможет продавать электричество соседям. Обо всем понемногу. Энвер Аблязис. Совсем скоро Республика сможет пользоваться своим собственным электричеством. Одна из двух новых теплоэлектростанций находится в Севастополе. Вторая в столице. Строительные работы разделили на два этапа. Монтаж силовых линий управления. Сейчас специалисты устанавливают последние опоры и проводят грозотросы. На стройплощадке побывал заместитель министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов. Без этих объектов в Крыму не будет энергетической безопасности. Вот в чем важно. Этот объект, он в принципе, он будет костяк, энергетический костяк, который позволит вот эту энергетическую безопасность создать. Вкупе с тем энергомостом, который мы построили. Две электростанции, четыре блока. Первый будет запущен уже в мае этого года. Всего полуостров потребляет 1200-1300 мегаватт. А четыре новых блока смогут выдавать 940 мегаватт. Но в Крыму есть и отдельные подстанции. Всего этого хватит, чтобы республика стала автономной в энерговопросе. Несмотря на то, что энергомост с материка будет продолжать работать, как и сейчас. У нас 850 мегаватт, это будет энергомост. И две станции, которые Севастопольская и Симферопольская, с четырьмя блоками, 940 мегаватт. Энергомост будет работать в том же режиме. Это даже еще лучше, что он уже есть. Потому что Крым у нас сейчас работать будет в единой национальной энергетической системе. Ранее почти всю энергию республика получала с материка на станцию Кафа в Феодосии. Единственная линия Джанкой-Симферополь снабжала весь полуостров. Сейчас они разделены и приумножены. Сложнейшая система, питающаяся газом, экологически безопасна и надежна. Теперь крымчане могут быть уверены. В их домах всегда будет свет и тепло. Следят не только за строительством крупных объектов. Ханский дворец остается под пристальным вниманием общественности. Работы по реконструкции исторического памятника вызвали бурю обсуждений. Что на самом деле происходит в стенах крымско-татарского памятника архитектуры в сюжете о Розы Хасьяновой. Мое предложение, давайте поднимемся на второй этаж, чтобы своими глазами увидели, что там творится вообще на самом деле. Двери северной части Ханского дворца открыты впервые за 30 лет. Таким уникальный памятник крымско-татарской архитектуры не видел еще никто. Прогнившие полы, обшарпанные стены, зияющие дыры в потолке. Вот последствия реконструкции 2006 года, о которой молчали многие годы. После нее вся северная часть была закрыта для посещений. А многочисленные раскопки и отсутствие консервации привели к тому, что земля под Ханским дворцом ползет. Мы находимся на чердаке южного строения главного корпуса. Под нами в прямом смысле слова зал, дивана и суда. Будучи на крыше этого здания, можно увидеть многочисленные просветы, прогнувшиеся балки. И в прямом смысле находиться здесь небезопасно. Все из-за того, что сползает крыша, а сквозь щели дождь не щадит здание. Судьба дворца более чем печально. Многочисленные пожары навсегда оставили свой отпечаток. Здесь не раз проходила реконструкция еще в 18 веке. После очередного пожара крышу накрыли черепицей местного происхождения. Она уж никак не была похожа на прежнюю ручной работы с лаковым покрытием зеленого цвета. Даже дилетант, глядя на крышу Ханского, увидит неразборчивый шахматный порядок многочисленных замен. Позже вместо глиняного раствора решили использовать цемент. В итоге под его тяжестью здание накренилось, а черепица начала сползать. Крыше теперь 24 течи. Вы все видите визуально, что грем и фрагменты его накренились. Это все следствие неосторожного обращения с землей, археологи и так далее. Дренаж, поднятие грунта, все подлежит восстановлению. Это не причина с 15-го года, это причина, которая длится с десятками лет. Каждый желающий, кого интересует ход работ во дворце, мог прийти на открытое собрание и задать свой вопрос представителям подрядной организации, руководству, строителям или экспертам. К примеру, зачем потребовалась замена балок в Большой соборной мечети. Все вопросы, которые витают в воздухе, то есть те, которые вызывают сомнения, чтобы услышали в качестве ответов и из уст специалистов. Хочу сказать, что вот такое плачевное состояние памятника культурного значения, то есть Ханского дворца, обусловлено тем, что реставрационные работы в период Украины практически вообще не проводились. Фото распиленных старинных балок уже давно разлетелось по интернету, однако мало кто знает, что от аутентичной дубовой древесины в кровельной системе дворца мало что осталось, их заменяли уже не раз, тихо, без шума и огласки. В шоке, грубо говоря. Ну и, конечно, состояние, вижу, очень плачевное. Столько лет и это ставить закрыть и ничего не делать, это, конечно, очень как-то обидно, да, что люди не принимали этого внимания, не заботились. Потолки все сгнили, балки сгнили, все закрыто, даже смотрели страшно на него, как после войны. Действительно делается все, чтобы это здание, этот комплекс был сохранен еще на долгие времена. Чтобы впредь не было информационных пустот обо всех нюансах, проводимых работ во дворце, общественность может получать объективную информацию. Подытоживая, я задал вопрос, вот все ли удовлетворены? Все присутствующие удовлетворили свой интерес сполна, для них открыли все двери. В настоящее время реконструируется Большая соборная мечеть. Работа проводится с ювелирной точностью, ведь российское законодательство в отношении порчи исторической памяти намного серьезнее. Нарушителя будет ждать уголовная ответственность. Все дерево для строительства Большой соборной мечети приходит из Вологды. Пока установлено 20 основных балок, на них и будет держаться вся крыша. В ближайшее время установят балконные балки основного потолка, а после приступят к сборке кровельной системы. Ханский дворец – это архитектурный ансамбль из 16 объектов. Во всех зданиях будет проходить реконструкция. На нее из федерального бюджета выделено 1 миллиард 600 миллионов рублей. Пока за пределами полуострова предпочитают только говорить, в Крыму спасают историческую ценность крымско-татарского народа. Арзаха Сьянова, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». На этой неделе в Крыму была настоящая зима аварий. Не только на дорогах. В селе Зоркино Нижнегорского района жители остались без света. Правда, в течение нескольких часов проблему устранили специалисты. Паромная переправа была закрыта, а вот в Симферополе в ДТП из-за гололеда попали сразу несколько машин. В социальных сетях появились фотографии аварий и комментарии к ним. Многие жалуются на работу коммунальщиков. Однако городские власти сообщили, что дороги расчищались и посыпались противогололедным материалом. Но действительно ли в столице были предприняты все меры безопасности на дорогах, выяснял наш корреспондент Энвер Аблязис. В Крыму, наконец, выпал первый снег. Тот, которого так ждали дети, и тот, которого опасались водители. Автомобилисты говорят, пока осадков было мало, и езда все еще остается безопасной и комфортной. Сегодня дороги в Симферополе более-менее нормальные. В самом центре нормальные, а уже на периферии там уже немножко похуже. Все у меня прекрасно, я и езжу на машине, и хожу, все хорошо. Ну, не посыпано, я считаю. Может, центрально что-то посыпано, а так в основном я не вижу, что посыпано. Вот, в частности, что тут посыпано или не посыпано. Мнения водителей разделяются, и тем не менее, общая картина ясна. Пока явного гололеда на дорогах нет. В серьезные ДТП из-за непогоды тоже никто не попадал. А вот легко ли гражданам, не имеющим своего автомобиля, передвигаться по столице? Январь, Крым, конечно, неожиданно. Наверняка будет много травмировано. Наверняка. Резинки не предусмотрены для такой погоды. И подниматься по лестнице, конечно, скользко, но плитка и скользко подниматься. Пешеходам и тем уж более людям с ограниченными возможностями перемещаться в снежную погоду гораздо сложнее. Где-то не расчищены тротуары, где-то очень скользкая плитка. Так и возникают травмы и ушибы. Ежегодно через наши поликлиники проходит 35-40 тысяч только первичных больных, пострадавших. Ну, в связи с праздниками, суббота, воскресенье, плохим погодным условием, конечно, количество больных увеличивается. По сравнению с прошлым годом, этот год, новогодные праздники, прошло благополучно, так сказать. Пострадавших мало было. В обычный день травматология принимает около 70 больных, а вот в гололед доходит и до 200. Этой зимой пострадавших очень мало, с радостью отмечают врачи. Единственные, кого не беспокоят скользкие дороги, это дети. Они ждали снег целых полтора месяца. У нас в семье двое детей. Мы вот в связи с снегом вышли в парк, мы катаемся, отдыхаем, веселимся. Ну, а травм пытаемся обезопасить себя. Надеюсь, что зима пройдет хорошо и удачно. Как известно, у природы нет плохой погоды. Так что крымчанам стоит одеваться потеплее, быть предельно аккуратными и беречь себя. Энвера Близис, Иван Евдокимов, телеканал Миллет. Без условий в микрорайоне компактного проживания «Белая-5» никакой инфраструктуры. На дорогах нет асфальтного покрытия. В связи с этим отсутствует маршрутное сообщение. Эти и многие другие проблемные вопросы жители обсудили на встрече с депутатом Русланом Бальбеком. Изменится ли ситуация? Смотрите в следующем сюжете. За 27 лет вот это разбазарили. Теперь мы чешем лоб, где нам садик ставить, спорткомплекс. Реза Муратов – активист всех пяти микрорайонов «Белая», уже который год бьется за улучшение инфраструктуры родного массива. Ведь это быстрорастущий регион, в котором на данный момент проживают более тысячи семей. Он прошел от А до Я все властные структуры. Неоценимую поддержку в решении проблем массива оказал Искендер Белялов, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. В данном поселке существует очень много проблем. И, наконец, все эти поставленные вопросы и проблемы были озвучены нами и услышаны вплоть до главы республики. Ранее в «Белом» по плану строительства объектов ФЦП должны были построить детский сад на 120 мест. Однако демографический рост показывает, что этого мало. Теперь до 2020 года здесь отстроят дошкольные учреждения на 260 мест, что полностью удовлетворит потребности жителей. Не менее острая проблема в микрорайоне и с дорожной инфраструктурой. Помимо отсутствия асфальта, неправильно спроектирована была дорожная развязка. Я выезжаю с «Белого 5» и передо мной стоит сплошная. Она подразумевает, что я выехать на объездную не могу, не имею права. Я должен выйти на заправку. Но опять-таки, согласно закону правилам дорожного движения, сквозной проезд без бензотравки запрещен. Теперь в рамках федеральной целевой программы согласован новый проект. После процедуры торгов начнется строительство автомобильной дороги «Белое 5» на юрт Айкован-Симферопольский район. А также направлено предложение в Госкомнатс для проектирования новых подъездных дорог к микрорайону. Руководитель Госкомнатса Исмет Меметович приедут сюда. Все проблемы, которые, возможно, не вошли, мы все не успели озвучить, те, которые не отражены в поручениях главы, все на бумагу, так, чтобы их видели органы власти. В настоящее время на массиве уже определен участок под застройку спортивных объектов. В ближайшее время их начнут устанавливать. А уже сегодня в массив впервые за долгое время запущен 22-й маршрут от «Белого 5» до площади Куйбышева. Арзы Хасьянова, Санзи Вадинов, телеканал «Миллет». В селе Украинка ситуация не лучше. Плохие дороги, нет освещения и социально важных объектов. Обращения во все инстанции до сих пор без ответа. Жители за помощью обратились к нам в редакцию. В ситуации разбиралась наш корреспондент Айша Шулакова. По этим дорогам пройти невозможно. Вот как можно так жить? Вот наша площадка. Грязь, мусор, сорняки и несколько спортивных установок – все это детская площадка. Сейчас это место стало полигоном автомобильных шин. В 21 веке мы живем. Нет площадки для детей аттракционов. Ни песочницы, ни лавочки, ни света. Ничего нет. Когда это все будет? Как дикари живем здесь. Дикари, понимаете? Единственное развлечение для детей – это ходьба и прыжки по покрышкам. И то в присутствии взрослых. Я хочу, чтобы у меня была детская площадка. И чтобы там были горки, котелья. Для подростков и взрослых в селе созданы все необходимые условия. Однако о малышах не позаботились. В селе Украинка уже есть спортивная площадка. Однако она рассчитана для детей более старшего возраста. Здесь есть вот такие вот турники и другой соответствующий инвентарь. Однако что делать маленьким детям? Для них нет здесь элементарно даже горки, не говоря уже о других аттракционах. Вице-президент Крымской Федерации по смешанным боевым единоборствам Римзи Халилов проживает в этом же районе. Скорейшее решение проблемы видит за счет внебюджетных средств. Предложение есть и к бизнесменам, которые здесь находятся, работают, чтобы создать какую-то, скажем так, группу активистов и хотя бы начать собственными силами. Детская площадка – это полбеды. Дороги и освещение наболевшие. 25 лет место компактного проживания крымских татар будто отрезано от цивилизации. Годами чиновники кормят людей обещаниями. Однако воз и ныне там. Грязь. Вот я с ребенком сейчас иду со школы забрал, в одной руке ребенка держу, в другой портфель. И тащу по этому грязи ребенку. Дети утром в 8 часов в целлофановых мешках на ногах ходят в школу. Председатель Перовского сельского совета Елена Ищенко рассказала, что установка детской площадки в месте компактного проживания крымских татар на этот год все-таки предусмотрена. А ремонт дорог будет произведен частично. Нам еще в этом году место компактного проживания тоже обещали нам помочь щебным для подсвет. Плюс мы разработали проект на капитальный ремонт улицы Фруктовой. И подали заявку на финансирование президентского фонда. Надеемся, что в этом году нам выделят 9 миллионов, и мы сделаем капитальный ремонт улицы Фруктовой и оборудуем там тротуары. Траектория намечена, а пока жителям села остается запастись терпением. Несмотря на то, что инфраструктуры в районе нет всего лишь четверть века. Айшо Шулакова, Асан Зивадинов, телеканал Миллет. Красноперекопский район также остается проблемным. 25 километров до ближайшей аптеки. Чтобы купить лекарства, жители села Новопавловка вынуждены преодолевать такое расстояние. Однако добраться до аптеки еще сложнее. В районе проблемы с общественным транспортом. О больших проблемах маленького села расскажет София Шукурова. В селе много стариков. Это прежде всего. И очень тяжело. Одинокие есть. Поэтому куда-то ехать, это финансово невозможно. И чисто физически. Ранее в местной амбулатории аптека была, но по неизвестным причинам в 2014 году ее закрыли. Остался лишь аптечный пункт. Сейчас он работает всего один час в день. Да и ассортимент лекарств небольшой. Проблем много, конечно. Да, это во-первых, в первую очередь это дети. То есть детки заболели, бежать некуда. Частенько бывает, что... Ну, сами знаете, как у нас с людьми бывает. Чаще всего... А, пять часов вечера, боже мой, скоро ночь, утро. Где взять? Ну, у нас действительно некуда бежать в случае чего. Это только город. Сегодня обращение жителей услышали все. Глава республики, его заместители и председатель Госкомнация. А главное дело сдвинулось с мертвой точки. Приглашает участников. Давайте, надеюсь, разрешение все дадим. Хорошо. Хорошо? Угу. Прямо все. Компромиссные там все варианты. Но контроль за ценами. Ну, ясно, да. Пользоваться на напольное положение не требует. Еще один проблемный вопрос в поселке – транспортное сообщение. Автобус ездит только в утреннее и обеденное время. Отдельно с перевозчиком проведем работу. Если шанс есть на то, чтобы он внял нашим просьбам и выполнял все-таки свои обязательства, ну, слава богу, если нет, будем создавать муниципальное предприятие, купим вам клетку автобусов, то есть, как бы, закроем тему. В селе Новопаловка столичных гостей провели по социально значимым объектам. Это мечеть, дом культуры и, конечно же, школа. Единственная в районе, в которой есть класс с крымско-татарским языком обучения. Это уже второй за год выездной прием граждан членами Совета Министров. Он проходит каждую неделю в различных городах и районах полуострова с целью изучения проблем и решения их на местах. София Шукурова, Иван Евдокимов, телеканал «Миллет». На этой неделе были изменения. Коснулись они транспортного движения. А именно, власти изменили заезд и выезд на самую большую парковку в столице. Попасть на паркинг около центрального рынка теперь можно только со стороны улиц Севастопольска и Пушкина. Новую схему движения изучал Инвер Аблизис. С 16 января вступили в силу изменения, касающиеся въезда на парковку около центрального рынка. Со стороны площади Амедхана Султана заехать уже нельзя. Теперь там только выезд. А вот попасть на ту же парковку можно, свернув с улицы Севастопольской на улицу Субхи, около университета. Сделали, конечно, дурдом полностью. Отсюда во въезд, оттуда во выезд. На кольце вообще выехать нельзя, минут три надо стоять. Отсюда заехать очень тяжело. Это сейчас еще нету. А будет побольше машин, сюда вообще бесполезно. Вот теперь, чтобы не выехать, мне теперь полчаса надо отсюда туда доехать. И чтобы выехать еще полчаса. И чтобы теперь вернуться, еще полчаса. Вторая парковка на улице Козлова также попала под изменения. Теперь на нее можно заехать только по улице Пушкина. Сквозная парковка заканчивается там же, где и предыдущая, на площади Амедхана Султана. Соответственно, выезд там же. Кто его вообще сделал? Кто это же дебилизм? И смотрите, что Маяковский творится, Желябова что творится. Пусть делом занимаются. Эмоционально и однозначно. Из десяти опрошенных, десять отрицательных отзывов. Хотели как лучше, а получилось как обычно. Главной проблемой оказалась остановка у рынка. Автобусы перекрывают выезд с парковок. И вроде как изменение движения на главной парковке Симферополя должно быть к лучшему. Водителей оно радует не особо. На площади Амедхана Султана сейчас вот такой вот коллапс. Машин немерено. И как разъезжаться, они пока тоже не понимают. Попытались разгрузить, однако пробка стала только больше. Кстати, парковать свои автомобили на кольце водителям также не рекомендуют. Теперь там запрещающий знак. А за углом тихо караулят эвакуаторы. Энвер Аблязис, Аким Бекиров, телеканал Миллет. Изменения коснулись не только транспорт, а центр Симферополя продолжает меняться. На этой неделе начали работы по демонтажу кукольного театра. Два года театр кукол пустовал. Какова дальнейшая его судьба и что будет на месте снесенного объекта? Энвер Аблязис продолжит тему изменений. Разбирают по полной. Уже сняли окна, двери и отопление. Сейчас ломают крышу. Кукольный театр в самом центре Симферополя готовят к сносу. Это здание было построено еще в 40-х годах. Легендарный театр кукол. Место, в котором, наверное, побывал каждый ребенок республики. Сейчас колыбель детства демонтируют. И как-то немного грустно. Однако другого решения не было. Здание признали аварийным. Более чем за 70 лет стены театра кукол впитали в себя тысячи эмоций. Атмосфера детства никогда не покидала здание. Тут зарождался смех и царила радость. Однако за все эти годы святыня кукольного искусства стала ветхой и хрупкой. Здание решили снести. Понимаете, ностальгия-то, конечно, есть, когда все-таки столько лет проработаешь в театре. Но мы работаем в театре, не в здании, знаете, как говорится. Поэтому, вспоминая, в каких условиях находился наш коллектив и тот же зритель в этом помещении, оно с виду, видите, вроде бы такое аккуратненькое, красивое. А внутри там не было элементарных условий. Не было отопления, не было туалетов, не было воды, снабжения. Люди находились в подвале, сидели, работали. Это никто же не знает, в каких условиях находились наши сотрудники. На месте демонтированного здания построят новое. Теплое и уютное. Уже готов проект, определены сроки и подрядная организация, выполняющая строительные работы. Новое четырехэтажное здание сдадут в эксплуатацию в 2019 году. Переживать за шум и пыль в центре столицы горожанам не стоит. Мероприятия, которые предусмотрены проектом, они включают в себя шумопоглощающие панели, которые будут организованы вместе со строительным забором, который будет ограждать строительную площадку. Соответственно, ограничено время производства работ, в том числе и шумных. Это все прописано в проектах организации строительства, которые будут соблюдаться. Для зрителей предусмотрены два больших зала, буфет, подземная парковка. Для сотрудников комфортные условия. Министерство культуры уже разрабатывает ряд проектов для театра. Кстати, здание будет только государственным, и никакой коммерции в нем не предусмотрено. Это, прежде всего, безопасность, это комфортность, условия пребывания деток в здании. Это широкий спектр возможностей театра, при которых дети были бы в восторге от массы увиденных моментов в красивых, красочных постановках театра. И, конечно же, это возможность приобщения детей к искусству. То есть, это те кабинеты, в которых будут предусмотрены занятия с детками, искусство работы с куклами. Пока будет строиться новое здание, театр продолжит, как и ранее, свою работу. Спектакли проходят в Русском театре, Доме офицеров, а также на выездных площадках. Зрителей меньше не стало. А с переходом в новое сооружение количество любителей кукольных постановок только увеличится, отмечает директор учреждения. Энвера Блязиз, Дмитрий Низовой, телеканал «Миллет». А вот в Дубках ничего не сносят. Наоборот, во вторник там начали строить мечеть. Представители муфтията, района, администрация, общественность присутствовали на мероприятии. Подробности в следующем сюжете. На месте строительства будущей мечети в Дубках совершили жертвоприношение, прочли молитву. Теперь все каноны ислама соблюдены. Приступили к первому этапу работ. Пока на участке работает только один экскаватор. Этого достаточно для изыскательных работ, говорят подрядчики. После пробы грунта и оформления документации приступят к основным работам. Строительством культового объекта занимается тот же подрядчик, что и на соборной мечети. Мечеть в селе Дубки будет выполнена в крымско-натарском стиле. Без куполов, с двумя минаретами, высота каждого – 33 метра. И черепичная крыша. 450 человек в Малясеще. Вот здесь по плану видно 300 человек в основном зале. И еще 150 человек здесь наверху. Сейчас мы рассматриваем о небольшом увеличении, потому что добавляется большой цокольный этаж. Поэтому вот эти подсобные помещения тоже будут приспособлены для моления. Два года назад было принято решение перенести участки с так называемых полян протеста из Жигулиной рощи в район села Дубки, так как земли были не узаконены. Сейчас в льготной категории граждан и участникам полян протеста предоставили порядка трех с половиной тысяч участков. Гектар земли выделили и муфтияту Крыма для переноса мечети из поселка Мирное. После принятия решения о переносе участков из Жигулиной рощи мы поставили условие, чтобы на новом месте была выделена земля и подстроительство мечети. Потому что в Жигулиной рощи в самом начале была построена мечеть. Мечеть Селемирное находится на Ашибе. Там возведены только стены и накрыта крыша. Отделочные работы не закончены. Да и добираться до нее далеко и сложно. Из-за отсутствия культового объекта людям приходится ездить в город. Конечно, мне нравится находиться на хорошем месте. Столько усилий приложили, чтобы начать строительство. Слава Всевышнему! Начали копать основу. На этом месте будет большая мечеть. Дай бог наш народ будет совершать здесь молитвы. Инвестор, осуществляющий строительство на Жигулиной роще, возместил 3 миллиона 800 тысяч рублей на возведение мечети. Остальные средства будут использованы из муфтията и пожертвований соотечественников. По окончании строительства территорию благоустроят. Помимо этого, в районе построят всю необходимую инфраструктуру для жителей. Альша Шулакова, Ромазан Аливапов, телеканал Миллет. В Крыму продолжается строительство объектов ФЦП. В настоящее время для репатриантов в Гвардейском строится два многоквартирных дома. А в Симферополе продолжается строительство полиэтнического центра молодежи при Кипу. Успевают ли строители сдать в срок объекты и есть ли проблемы на стройплощадках, знает София Шукурова. Эта бетономешалка работает здесь без перерыва. Сейчас строители бетонируют первый и третий этаж здания. А уже в феврале здесь приступят к внешним отделочным работам. Самый сложный этап, по словам рабочих, выход из нуля. То есть закладка фундамента пройден успешно. Строительство в Симферополе полиэтнического центра молодежи Кипу идет в соответствии с графиками. Сейчас бетонируют стены. На объекте работает более 50 человек. Завершить строительство планируют в декабре 2019 года. Полиэтнический центр станет теплым домом для всех студентов. Учреждение европейского образца будет включать в себя общежития, спортивные комплексы. Словом, все для успешной учебы. Другой объект ФЦП строится в поселке Гвардейская. Скоро здесь появится жилой комплекс. Это обещанное жилье для репатриантов. Два 160-квартирных дома будут готовы принять 320 семей. На обоих домах ведется параллельная работа. Ведутся работы по устройству цоколя, здание дома, и по устройству колонн первого этажа, перекрытие первого этажа. Пристальное внимание строительству уделяют представители Госкомнация. Их задача – курировать возведение объектов ФЦП. В первую очередь – качество и сроки. Еженедельно, минимум один раз, а может быть и больше, все объекты, которые сегодня строятся, будут посещаться. Непосредственно на объекте будут решаться вопросы, требующие вмешательства Совета министров, муниципальных образований, естественно, министерств и ведомств. Многоквартирные дома и полиэтнический центр молодежи КИПУ будут сданы в эксплуатацию уже в декабре 2019 года. София Шукурова, Иван Евдокимов, телеканал «Миллет». В Крыму продолжается сбор подписей в поддержку Владимира Путина. Поддержать действующего президента приехали представители духовенства, интеллигенции, политики и общественности. Только в Симферополе поддержать Владимира Путина приходят сотни людей. Ставят подписи крымчане разных возрастов, активно принимают участие молодежь. На полуострове открылось 7 пунктов сбора подписей. В Симферополе, Керчи, Феодосии и в Патории. Ставлю за Путина подпись. Позиция, считаю, что альтернативы нет пока в России. Нам нравится. И мы хотим, чтобы он был президентом, потому что он знает, как навести порядок в стране. Кандидату в президенты Владимиру Путину необходима поддержка 300 тысяч человек. В этой точке ежедневно собираются 300-400 голосов. Поставить подпись пришли и лидеры крымско-татарского народа. Сегодня пришло очень много молодежи. И такое количество их участия говорит о том, что они не видят другого лидера в качестве кандидата в президенты, как Владимира Путина. И вот это взаимодополнение, взаимопроекновение разных поколений говорит о том, что мы действительно имеем дело с национальным лидером, которого поддерживают все слои населения. Для того, чтобы жить в обществе, в единстве, оставаясь при своем мнении, каждый должен сделать свой выбор. Реабилитация которой ждали 70 лет. Крымско-татарский язык признан на государственном уровне. Непрерывно ведется строительство соборной мечети, крупнейшей в Восточной Европе. Все это достигнуто благодаря действующему президенту, уверен Рустем Казаков. За столько лет видим, сколько он сделал хорошего, приятного и для крымских татар, и для полуострова Крыма. Это и мост построил, и школы достраиваются, которые были не построены до конца, и детские сады. Я обращаюсь к своему народу, прошу действовать обдуманно. Мы должны работать, быть интеллектуальными, стремиться к развитию, требовать развития. Крымчане будут впервые выбирать президента. Чтобы поставить подпись, достаточно иметь при себе только паспорт и обратиться в действующий пункт до 30 января. Лили Веджат и Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. Такой была прошедшая неделя завтра в 13.30. Не пропустите новости с Инвером Аблязизом. Хорошей продуктивной вам недели. Редактор субтитров А.Семкин